Утешителью души и стены, ты же везде сыпь и исполняешь. Сокровища благих и жизнеподателю прикинь с небесерным. Сокровища благих и жизнеподателю прикинь с небесерным и спаси благослови предстоящие занятия. Не дай укладиться на право, а ты же напоминешь, и не смотришь, и благослови тебя за людей, которые с оттуда прикинь с небесерным и спаси благослови предстоящего. И святой Духа. Аминь. 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 Так мы проходим послание Якова, первая глава. На прошлом занятии, сейчас я напомню, 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев. И вот мы рассуждали о гневе, о гневе праведном, о гневе неправедном, обличении, осуждении. Мы вспомнили, да, это было прошлое занятие. Вспомнили позапрошлое занятие об учении, о ложном, так скажем, учении, что причастие попаляет грехи. Опять коснулись с этой темы, мы разобрали, что нужно все-таки покаяние и внутренние изменения. А если человек причащается, но внутренне меняться не желает, никакого прощения и речи быть не может. Как он говорит? Человек, прости я больше не буду, а человек, прости я больше не буду, а сам дальше продолжает безобразие, что это же не покаяние. Вот, и вот по милости Божьей, значит, продолжаем это послание. Якова, первая глава, 21 стих. Итак, Вячеслав, читайте. Сергей, прошу прощения, по-моему, 20 стих. Давай 20. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Толкование. Правда есть свойство души, воздающая каждому должное. А гнев губит и разумных. Притча 15.1. Как же он в страстном размере, помрачая ум, составит добродетель, который рассудительно воздает каждому должное? Гнев не совершенно чужд правды, ибо в гневе можно усматривать некоторую пользу, поскольку в нем, как и во всяком душевном движении, за неимением похвального можно находить не одно худое, но нечто и полезное. Ну вот, по-моему, мы читали этот стих, что в гневе что-то полезное, может быть, рассуждали, что гнев не всегда является грехом. Есть гнев праведный, направленный на то, чтобы остановить брата от греха. Вспоминаем, да? Ну и 21 стих. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Если кто-нибудь и впадал часто в нечистоту, скорее отставал бы от нее, дабы, оставаясь в ней, не дать злу усилиться через привычку, ибо совершаемое нами часто и в обилии становится обыкновенно как бы природой, получая свойства природы. В кротости, сказал апостол, имея в виду учительное слово, которое не принимается среди шума и возмущения. Кто-то хочет добавить? В кротости принять насаждаемое слово. Вот. Ну, можно это. Апостол Петр говорит, что не покорились слова иудеи, и потому они стали отвержены. Это вторая глава Петра, вроде, сейчас надо найти. То есть, надо покориться этому Слову Божию. А вот у нас в православии есть такие грехи, что ли, которые уже не кажутся грехами, то есть неправда. Я православный, поэтому не католик, поэтому говорю о православии. Вот, допустим, Господь сказал, простейший пример, не клянись вовсе. А у нас это Слово Божие начинает в угоду, так сказать, своим привычкам, каким-то похотям, властям, императору и так далее, начинает его по-своему толковать. И я понимаю это как непокорство Слово Божие. И тут можно найти множество таких примеров у нас в православии, когда вот такое вот непокорство из повдоль вошло в сущность православного человека. И он уже даже не замечает, что это неправда, что мы протеемся Слову Божию. А раз протеемся Слову Божию, то значит и Господь нам не открывает, не дает... Вот состояние неисправленное. И вот получается, что в истинной церкви, имеющей истинное учение, евангельское, вот это все замазали, закрыли и получили... То ли это в эфире еще не ладно. Кто-то что-то хотел сказать? Да, вот от Матфея в 7 главе, 7 стихе сказано. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и оттворят вам. По сути, Михаил-то это поднял как просто. По сути, это же один из призывов, и он никак не говорит о материальном. Он гласит о вере, о духовности человека, который находящийся в начале духовного своего преобразования. Дело в том, что действительно сегодня в церкви столько много наносного. А мы забыли одно, что в церкви единственное, что есть, это Христос. А остальное все это принесли и разложили. И вот теперь, почему часто слышно на проповеди про электропроводку, про кусок земли, про деньги, про все, про все, про все. И где-то в Евангелии чуть-чуть заделал батюшка на службе слово о Христе. Вот оно что страшно. А дело в том, что в целом изменить мы можем только сами. Сам каждый в себе и неся это для других. А также в целом мы стали путать православную духовность с душевной. Всего милого. Еще кто-то хочет добавить, может? Тогда идем дальше. 22-й, 23-й стих. Александр Марьясов. Читайте. Будьте же исполнительны. Будьте исполнители слова. Нет, будьте же исполнители слова. А, будьте же исполнители слова. А не слышите ли только? Обманывающий себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные четыреца своего в зеркале. Толкование. Кто предается злым делам, тот не помнит, чем он благодействовал от Бога. Ибо если бы помнил, что он рожден свыше, оправдан и причислен ценам Божьим, то не предавался бы делам, отбегающим дарованную благодать. От обыкновенного зеркала апостол переводит речь к зеркалу мысленному, ничего не выведая из представленного в кратких словах примеров. Усмотрев из закона Моисеева, для чего он сотворен, а именно для славы Божьей и для жизни, по образу создавшего его Бога. Ничего из виденного не исполнил, но поступил точно так же, как и смотревшийся в зеркало. Ему следовало воспользоваться виденным, а он, как и тот, не воспользовался. И фарисеи были слушателями, но так как они не были исполнителями, то и не блаженны они, значит, обманывающие самих себя, ни во что ставящие, собственно, своё спасение. Можно себе? Пожалуйста. Вот написано, будьте же исполнителями слова, а не слышатели только. А это как раз, я думаю, что как раз просто против нас, православных, направлены слова вот эти. Потому что мы не просто даже не исполняем слова, мы ещё их и не слушаем. И опять же это, вот я раньше думал, как спастись от греха, как вот исповедовался, причастился, ну, поговел перед этим. Потом всё, пошёл домой, как говорится. Прошло некоторое время, опять по-новому эти самые же грехи. И опять поговеешь, исповедуешься, причастишься, и уже потом начинаешь понимать, что всё равно ты опять начнёшь то же самое творить, выделывать. А почему так происходит-то? А потому что потеряли свободу. В истинной церкви потеряли свободу и стали рабами греха. А почему? Потому что изначало начали перетолковывать эти слова в угоду, так сказать, императорам византийским или императорам российским. Вот, допустим, как такие столпы, как Василий Великий, и то уже он всего три года тем, кто на войне убивает, дал эпитимию, то есть отлучение от причастия. Хотя понимал, что идут с гневом на убийство. Но православный император воевал, поэтому пришлось ему почти на уступки такие. И это всё вопреки Слову Божию. И вот это изначало. И не было бы этого монашества, о котором говорит Игнат Тихонович, которое убегает в пустыню, прячется от людей, если бы действительно следовали Слову Божию неукоснительно. Вот как Христос сказал, и всё. Ни направо, ни налево. А сейчас просто-напросто кто как хочет, так и перетолковывает и оправдывает эти слова Христа и слова Божии. Поэтому в этом причина вся. В том, что отвергли Слово Божие. Перестали его не просто исполнять, а слушать даже перестали. Хотя читают Евангелие, хотя любят это, и целуют, так сказать, и так далее, и так далее. А на самом деле, на деле-то всё по-другому. Поэтому вот такие свободные люди, как, допустим, Игнат Тихонович говорит об этих неувязках, о несоответствии со Словом Божиим, с Евангелием, дел, которые творятся, они отвергаются, потому что привыкли к этой лжи, к этой неправде. Она стала любимой. И не хотят от этого отвергнуться. Мне кажется, брат, здесь не то, что не стало неправдой. Многие вещи перевели в традицию. И вот этого понимания того, что захлестули вот этим всем Христа, и как бы придают много значения. Вот недавно разговор был, Игнат Тихонович поднимал. Свечам. Что такое свечи? Свечи – ничего, по сути. Люди, понимаете, как бы похожи на то, что мы все вместе едем в одной машине. В ней говорит радио. Одни его слышат, а другие слушают. И вот так же к Евангелию. Одни прислушиваются Слово Божие, а одни просто слышат. Неправда в том, что слова Божие перетолковывают на свой лад, подгоняют его, идут на компромисс с миром. Понимаешь? Вот в чем неправда-то. Да, это так и есть. Потому что, опять же, здесь в угоду кому-то, в угоду, давайте вот так сделаем, а это вот так сделаем. Потому что всем хочется удобненько, доброго такого православия. Ровно того, что как «приннесите мне чашку кофе в постель». То есть не напрягаться, не молиться, не делать дела добрые, не творить того, что нам Господь завещал. Не посещать больных, не проповедовать Слово Божие. То есть уйти в тень, сделать такой элитарный клуб, церковь, где там делятся свои и чужие. Это сейчас везде видно. Это везде уже проповедуется открыто. Потому что служил в алтаре и видел эти вещи. Ты прав, да, действительно? Вот поэтому эти слова апостола Якова-то и обличают наше состояние, которое мы находимся. Если трезво смотреть на себя, какие мы есть в православии, какой народ и вообще всё, что делается, то мы видим, что мы не такие совсем, не соответствуем. А почему? Потому что привыкли к этой неправде. Вот и всё. А если неправда привыкли, во лжи живём, то нам и не открывается путь выхода на свободу и состояние рабства греховного. И поэтому мы всё время, Господи помилуй, просим, умоляем, накладываем на себя там какие-то... Вот монахи уходят, зарывают землю, комарам отдают на съедение и так далее, и так далее. Велигий накладывают. Потому что сами хотят стать правильниками, сами хотят. Без слова Божия, по своей воле, живя в этой лжи. Начало пути выхода — это отвергнуться этой лжи. Не перетолковывать слова Божия на свой лад. Так, ну что дальше идём? Все высказались. Так, 24-25 стихи, послание Якова, первая глава. Он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действии. Толкование. Апостол сказал, кто вникнет, а не войдёт. Ибо духовный закон, везде имея преимущество и величие, умеет привлекать и самым кратким чтением его. Закон Христов, освободив от рабства Плацкого, поставляет приходящего к нему, с большой буквы, в свободе, делает его через эту свободу более внимательным и освобождает его от забвения, предного для всего доброго. И вот выделенные слова Кофилакта Болгарского, духовные законы, с самым кратким чтением его, Игнать Тихонич даёт комментарий. Итак, комментарий Игнатия Тихоновича Лаптона на эти слова небольшой. Что имеет в виду блаженный Кофилакт под кратким чтением? По всей вероятности, никак не менее одного стиха Библии. Но чтобы уметь пользоваться столь малым по объёму материалом, нужно знать всю Библию. Чтение Священного Писания должно ежедневно занимать никак не меньше нескольких глав. Желательно читать Ветхий и Новый Завет и Псалтий на русском языке. Опыт чтения Писания хорошо известен сектантам и совершенно незнаком православным. Среди баптистов мне приходилось не раз встречать людей, которые прочитали Библию уже несколько десятков раз. Среди православных это исключительно и почти невозможное явление. А ведь нам, православным, ещё нужно знать и толкование, и самое измышленное. Чития святых, каноны церкви. Но чтение Библии должно быть ежедневное. Не сяду обедать, пока не прочту. Добавить, может быть, Игнать Тихонич, хотите ещё? Тут маленько раньше я бы хотел сказать. Главный-то вопрос в том, что Господь заповедал, уходя в небеса. Идите и проповедуйте. Евангелие всей твари. Во все народы. Тут даже и говорить не о чем дальше. Сидите в Иерусалиме. Сказал, идите, а тут же сидите. А почему? Сидите. Вот от 40 до 50 дней, 10 дней будет монастырь в Иерусалиме. Пока не обречётесь силой, чтобы Слово Божие было в силе. И вот отсюда всё происходит. Мы приняли это, что от Греции-то? Давайте однажды поговорим, представим хотя бы чуточку, что будет суд Божий. И суд Божий будет по Слову Божию, по Святой Библии. Ни по чём и другому не будет. Ни по толкованиям, ни по фифилакту. 12.48 Валентгетиана. Я не сужу, Господь говорит, Слово, которое я говорил, оно будет судить тебя в последний день. Почему это Слово нас не прожигает? Чтобы на всё вокруг нас посмотреть через призму этого стиха. И вот здесь мы не можем себя вписать ни в один стих. С 18. Восхотел, то есть Бог, родил Он, Бог, нас Словом истины. А Его не было, Слово истины-то. В 1989 году крещение и в 1876 году только переведут на русский язык. На русский язык Библии. И у народа-то не будет. Малый тираж, перекупи, там разная штунда её. И никто не знает. Тысячу лет без Слова истины. А впереди-то родил нас Словом истины. Как они могли рождаться, когда Слова истины-то не было? Вот мы считаем, что 600 лет назад Гутенберг изобрёл в Германии печатание. Станок. И что? Первым делом издали Библию. Библию для народа. Библию. Это же в Англии. Но в России через 100 лет только изобретатель наш Фёдор, Фёдор, значит, Иван Фёдоров, он печатает апостол. Какой? Служебный. Который в руки вообще людям не попадёт. Ну, только уж где-то в отдалённой, не знаю где. Похожи мы на тех людей, которых судим-то? Или нет? И ему пришлось бежать. Всё сожгли. И бежать куда? Вильно. Католикам. Спасались от православных у католиков. И это ничего, всё это сходит. Дальше. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Вот это взяли на вооружение. Молчать. Молчать. А вот 21 стих и говорит, что отложить остаток злобы, всё это нечистоту от всяких скверных, и принять насаждаемое слово. насаждаемое. И вот как ты садишь что-то, а разбрасываешь семя, где оно насаждаемое? Где слово? Никто не знал. Вообще не знали. Да сегодня, если мы поймём это, мы есть перестанем. Мы умрём с тоски. Что же с нами сделали-то эти учителя? А сегодня сказать нельзя. Они прямо из кожи вылазят. Нападают, то другое. Да мои слова, которые я говорю, они показывают, что елеют в чудный день. Какие слова-то говорю всего? Ну вот здесь я сделал 297 комментариев-то. На местах, где нужно говорить о проповеди, о Слове Божьем. Всего 297. До одно даже вот это замечание, комментарии уже показывает неблагополучно у нас. Примите в кротости, то есть, как будто знал, что будут бунтовать, не будут запускать слово. Насаждаемое слово. Почему? Веры-то нет без слова. Предрассудки одни. Традиции, юродство. Примите. А как вера-то от чего? Без веры не спасешься. Вера от слышания, слышание же от слова Божия. Лютер полз по ступеням, как паломник. И вдруг, как молния пронзила его. Он же ученый-монах был. Правильный. Верою жив будет. Верою. Не ползанием. Не этим хаджем. Не крестами, не поясами. Верою. Все остальное потом приложишь. И дальше пишет. 22 стих. Будьте же исполнители слова. Какие исполнители, когда его не было? Никто не знали. Что батюшка скажет? А состояние батюшек-то какое? Почитай Дмитрий Ростовский. Дмитрий Ростовский. Он нашел абсолютную неграмотность. Они не понимают, некоторые даже совершенно считать даже не умели. Дмитрий Ростовский пишет это. Сделал, когда инспекцию. Он в ужас пришел. Вот ведь что было. Исполнители слова, а не слышатели. Так у нас и слышателей-то нет. Обманывающихся без себя. Да мы страна обманутая. Обманутая. И кто слушает, все не исполняет. А он им не слушает и не может исполнять, раз не слышал. Иоанн Заталовский говорит так. Ты не читаешь Святую Библию. Ты не читай и не знаешь ее. А не зная заповеди Божьи, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь и все от того, что не читаешь. А его не дать. Что такие шумы иду? Сережа, проверят, кого это? Под буквой Д там что-то идет. Дмитрий Ефименко. Там что-то отключил его. Продолжайте. Вот я про это и говорю. Сегодня уже прямо понимают, что 2 миллиарда мусульман могли быть православными. Сотни. Что-то там один человек забивает все. Д там написано. Посмотри. Вот. Все, абсолютно все оказалось не так. И сегодня то, что говорим, указывая на это, какую злобу это. А тут написано остаток злобы. Она клубится. об одном только талмлю все время. Знайте Библию, поступайте и все проверяйте по ней. По ней Бог будет судить нас. Чтобы были исполнители. А кто не исполняет, подобен человеку такому-то, такому-то. Который слушает и не исполняет. Так мы его не слушаем, а поэтому в исполнении Козлатова говорит, речи даже нет. Мы не просто проходим это, мы даже войти в это. Слово Божие живо и действенно. Чтобы оно вожгло нас, чтобы мы за прародителей попросили прощения. Господи, что мы сделали-то? Ведь все сектанты, штунды появились только потому, что Слово Божие не было в храме. Совершенно не было. А где проповедник, это как чудо считалось. Да какой проповедник еще? Все ли так говорит? Без оглядки ты ничего не скажешь. Цензура была церковная. Вот о чем хотел сказать. Внутренне настроить себя на волну покаяния. Покаяние не только за сегодняшнее положение. Ты сегодня не считал Библию ни слова. Ты точно такой же, как тогда. Господи, да прости, что с нами сделалось? Родные не знают тебя. Почему? Да потому, что мы такие. Мы не стали живым Евангелем, пятым Евангелем. Чтобы каждое слово в нас вспыхнуло и горело. Люблю, Господи. Вот почему Иаков 21 об этом и говорит. Не чистоту и злобу отложить. А слово это могущее спасти вашу душу. А слово нет. Могущее спасти вашу душу отпадает. Вместо слова там ничего нельзя поставить. Святая Библия называется Словом Божьим, Священным Писанием. Оно ничем не заменяется. Ничем. Нужно не просто это читать. Болеть. Если только мы понимаем, что такое поминание человека. Те, говорит, поминайте наставников, которые проповедовали вам Слово Божие. А выходит и поминать-то некого. Это единицы. Я посчитал, всего пять человек у нас за историю, за тысячу лет было, которые шли этим путем. В каких народах кто проповедовал, отошел. Опять что-то не так, да? Да. А с чем связано это? Температура на улице нормальная, фурги нету. Полная тишина. С чего не хватает? От кого-то шумы идут. Игнать Тихончик что ли? Так, двадцать шестой стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Шпакование. по понятию иудеев благочестив тот, кто оказывает верно в делах. Поэтому, что таковое кажется непринадлежащим к толпе. Так, Валерий, выключите микрофон, пожалуйста, от вашей шумы. Иудеи, исполняя предписанные законом наблюдения, высоко думали о себе, сосредотачивали в этих наблюдениях все благочестие по отношению к Богу. И, занимаясь только этим, мечтали стяжать через сто блаженства, а к другим относились с большим осуждением, как видно из евангельской предписи о самохвале фарисея и мытаре. Читаем Лука 18, 10, 14. Удерживая такого мнения, апостол и дает настоящее наставление. Упомянув об исполнителе дела и назвав его блаженным, он тотчас исправляет зло, рождающееся у многих при исполнении. Он как бы говорит, хвалящийся исполнением закона не думай получить блаженство за одно исполнение. Ибо это неприятно Богу, но приятен ему тот, кто исполняет и с тем вместе далек от самомнения и не относится к неисполняющим сосуждениям. Обольщает свое сердце, как бы душит и по самомнению как исполнитель закона обольщает свою совесть, ибо сердце означает здесь то же, что и в словах сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50-й 19-й стих. Пожалуйста, кого что есть добавить. можно немножечко скажу, можно? Можно. Читая вот это послание, то здесь я как бы по своему разумению вижу для себя великие открытия. открытия не просто формальные, а те, которые именно говорят мне, говорят как личности, прямо в мою душу, врываются в мое сердце. И очень сильный, живой и действенный стих «Если я думаю о себе, что я благочестив». Как я думаю о себе, что я благочестив, обратно же я могу заблудиться в формальности истины. Я могу много читать, могу много слушать проповедей, могу много смотреть видео-лекций, и на основании этого также могу себе, как я уже благочестивый, наслушался, начитался, учить людей об Божьей истине. Вот. Потому что я себя считаю благочестивым, а сам по себе являюсь ничтожным, падшим грешником, у которого нечистые уста, не свободное сердце, который раздраженный, который внутри себя имеет злость. Это я сейчас про себя говорю. И читая это, я понимаю, что это касается личности, меня. Меня для того, чтобы я с помощью Господа, мне это невозможно, но с помощью Господа обуздывал свой язык, не обольщал свое сердце, вот как мы сегодня слышали, о самомнении, о тщеславии, что я таков, особенный, благочестивый. И как бы я здесь понимаю такое слово очень на самом деле обольщение в том, что я думаю о себе как о благочестивом, то есть будучи грешной, учат будет мною принят лично, искренне и по-настоящему не войдет в действие в мою жизнь, чтобы оно действовало уже во мне и пройдя некоторое время, естественно, как бы я уже ощущу на себе, что я слежу за своими словами, здесь написано, уже обуздываю свой язык, уже не считаю себя благочестивым, потому что знаю, чуть подумал о себе высоко, все, уже унизил своего брата. Спасибо, братья. Кто-то может добавить, возразить. Игнать Пихонович, все правильно, брат, рассуждает? с нами нет. Что такое? Сейчас. Все, говорите, я отошел, давайте. Ну, отошли, значит, отошли, все, прослушали. Идем дальше. Да. 27 стих. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сих, и сих в их скорбях и хранить себя не оскверненным от мира. толкование. Благочестие, кажется, подразумевает нечто большее, нежели вера. Слово это обещает знание сокровенного, твердость в созерцаемом вере. Он как бы говорит, ты почитаешь себя знатоком тайн закона и точным хранителем его. Так думаешь ты, не умеющий опуздать языка, осуждающий ближнего, живущий высокомерно и не оказывающий сострадания никому из бедных. Между тем закон не одобряет даже того, кто злословит, но поваливает оказывать сострадание и врагам. Итак, если хочешь быть благочестивым, обнаруживай благочестие не в чтении, но в исполнении закона, которое состоит особенно в оказывании сострадания ближнему. Ибо сострадание ближнему есть своего рода уподобление Богу. Будьте сказано милосердны, как и Отец ваш милосерд. Блицеприятие, потому что и Бог оказывает свои благодеяния не каким-нибудь лицам отдельно, но повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матнея 5.45. Под миром здесь должно разуметь народ простой и черный, расклевающий себя в обольстительных похотях своих. И еще один комментарий на слова «обнаруживай благочестие не в чтении, но в исполнении закона». Итак, что же здесь Игнатий Кихонович комментирует? Итак, комментарий. «Исполнение закона должно быть во всем, а не в том, только чтобы держать в руках Библию и хорошо знать ее содержание. Бог так установил и устроил, что Он есть единая с Церковью и Он есть глава ее, а она тело его. И в первые же минуты, когда душа услышит весть о Христе и Дух Божий услышит ее, она должна заботиться об исполнении закона Божия, а закон Божий гласит, что вне Церкви нет спасения. И когда протестанты, сектанты и все ретики, находящиеся вне Церкви Христовой, абсолютно правильно преподают о покаянии, о принятии Христа верою, о жизни в Боге, но не приводят людей в Церковь, созданную Христом. Они в таком случае поступают не по закону Христову, а только согласуются со своими человеческими мыслями и доводами. Христос никогда не говорил, что Он создаст вторую Церковь из-за того, что первая полностью пала и разложилась, что нужно создать новую протестантскую. Обнаруживая благочестие не в чтении, но в исполнении закона. Вот такой комментарий с камнем в огород различным протестантам, сектантам и юридикам через запятую. Пожалуйста, кто может... Братья, если можно, я маленько сделаю одно размышление. Практически прикасаясь к толкованию будь то брата Игнатия, будь то из того кто из нас, в принципе за собой замечал момент какой. Мы не резко идем путем противопоставлений. Вот было сказано, что не чтением, а деланием. Вот хочется подбить, что и чтением Святого Писания и деланием. То есть нельзя разделять чтение и делание. Это и понятно. Спасибо. Это и понятно. А как будешь делать, если не читал? Понятно. А у нас не читают, а делают... Откуда что берется? Из слов, что ли? Нет... Что у нас делается... Это... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Несовершенная система... Сколько сегодня время потратили... Да, это вот... В общей сложности-то не меньше, как... Половину почти... А Сергей-то он знает, нет, что нас нету? Все... Вообще... Пораньше закончить решили... Держи, пока... Нужны вопросы, чтобы задали вам какие-то, хотя бы... Ну, нет ничего... Надо ждать звонка от них... Это связь такая... Ну, что? Людей много потому... Нету ничего... Главное то, что... Связи нету... Выпало все... Да, все-таки в личном присутствии это лучше... Ди-ка ты все, брат... Ну, что сидеть-то зря... Я вот... Пойду картошку чистить... Посмотри, картошку чистить... А ну-ка, фонарик, ищи свой свет... Вот сюда посмотрим, что там у меня... Вот сюда за меня зайди... Все... Он туда поверни, вон один где сидит... И там голубка... Видишь, он белая? Да... Все, пошел... А теперь он туда... Попробуй... Пройдет? Нет? Нет... Тут не видать ничего будет... Нет... Все... Тревожить не надо... Вот, брат, так... Закончилась наша... История... На сегодня... Что сказать... Слава Божия, не было... Не было, значит не было... Вот я читаю... Вот я читаю... Сейчас вот получил... Это... Старобрядческая книжка... Жизнь и описание... Священника... И отца семейства... Хорошая книжка... Хорошо пишет... Люко... Старобрядческая... Ну... Писание знают... Все... А Писания нигде нет... Только слова эти... Слышали... Употребляют... И... И вот загонялись... А зато... Правильный, неправильный... Священник... Это надо было... Ну... Это не главное... Священник есть... Маленький был... Учили по-серковно-славянски... Мальчишка маленький... Дальше он... Денег не было... Говорит... Я уже стал зарабатывать... А как... Покойников отпевать... Покойников отпевать... Считать надо... Это все знали... Какое отношение это имеет... К Святой Библии... Один вопрос... Даже никто не ставит... И священники... Которые там у них были... Вообще... Это речи нету... Учат... Псалтырь... Акаперсты... Наизусть знают... Хорошая память... А... На благовестии ни одного нету... Таиться... И бежать... Вот такое... Положение... Оно было... Не в одном селе... Он-то пишет... Как бы... Ну... Это центр России... И сколько разных было... Мошенников... Выдавали себя за архиерея... За священника... На самом деле... Такими не являлись... Ну... Хорошо описывают... И нету... На благовестии ни одного слова... Нету... То есть... Авторитет в Библии никакой... Его не было... Просто не знали... Но они знали... Ходить нельзя... Смотреть нельзя... То есть... Они свой... Кружок... Сохраняли как-то... Раз люди никуда не ходили... Они боялись выйти... Так вырастали... И все знали... Были добрые... Благодетельные... Больных посещали... Хорошие люди... Хорошие... Ну... Как говорится... Хороших там очень много... В аду будет... Живого слова не было... Не было... Среди них... Ну... Не родился... Как будто... По сей день... Такой как... Карл Пести... Или... Шарль Спержин... Скажут... Да ты еретиков... Приводишь... Я их беру... Потому что они проповедовали... Правильно... Это были... Трибуны своего времени... Взять того же... Евгения Берсье... Мало знает... А его знали... Какие были... Благовестники... Их никто не знает... Ну а послали... Хоть они одного... Куда-то с благовестием... Как вот... Посылали протестанты... Даже католики... Ни одного... Ни одного... Понятно... За тысячу лет... Да как тогда... Откуда тогда... Вера была бы... Ну где-то попал... Там был... Он... Стефан... Среди Зириан... Проповедовал... Ну вот... Иннокентий поехал на север... Это тут уже конкретно... Вениаминов... Николай Японский... Ну и набирается тут... Человек пять... Макари... Глухарев... Архи... Мандрид... На Алтае... Трудился тут... Среди... Ну и все... То есть... Это были такие единицы... Какие они терпели гонения... Как их преследовали... Они никого не обличали... Только за перевод... За то, что переводили... Как Герасим Петрович Павский... Ничего не сделал... Молча... Перевел... Знания громадные... Дал студентам... Все изъяли и сожгли... 500 экземпляров сделали... Ветхого завета... Отобрали... И кому сделал... Сделал для студентов... Академии духовной... Ради лучшего вразумения... То есть... Это высшее образование... Они не понимали ничего... И он решил для них сделать... И главное... Воспитатель царских детей... Это такой... Человек... В духовной академии преподает... Никаких... Под арест... Уж царь его заступился... Спас как-то... Кто? Архиерея... 500 экземпляров... Два решили экземпляра... Кто-то спрятал... Не могли найти... Потом они сгодятся... Когда будет полный перевод сделанный... Это еще до общего перевода... Остальные все... Жандармерия в обыске везде... Как КГБ... И сожгли... Ну понятно... Когда делают безбожники... Но это делали православные... А у этих... У греков там как бы полегше маленько... Сам патриарх... За перевод... И перевели... Перевели... Там бунт такой пошел... Патриарха убили... Патриарха убили... Еще сколько лет пройдет... И уже... В 20 веке... Только переведут... На греческий язык... И мы как будто бы... Ничего не видим... Не слышим... Какими словами... Вы называете... Ну как... Порождение Ехидины... Змея... Сейчас приди и скажи... Змеи... Ну зайди в храм где-то... Когда... Ипорхиальное собрание... Скажи... Добрый день... Епископы Гоморские... Содомские... Князья... Как они вас примут? Это пророк Исаия говорит... Столы наполнены отвратительной блевотиной... Да разве так говорят... Не нам судить... Кого не гнали отцы ваши... Там разве... Записано только... Там было намного больше... Седекий говорит... Наполнил Иерусалим... Кровью от края до края... Переполнена была как чаша... Вот какие слова... Вот где был... Уже тогда Иван Грозный-то... Там уже Иосиф Володский свирепствовал... И мы как будто не знаем... Ничего не говорим... Не видим... Под кого подыграем-то? Если знаешь, что суд Божий будет... Да ты каждое обличительное слово должен ловить... Нет... Нападают... Нападают... Им это не надо... Обязательно, чтобы в системе быть винтиком... Просто пойти... По любви Божией... Нет... Ему обязательно к человеку надо куда-то прилепиться... Ну куда прилепиться... Ты исповедовался... Причастился... Иди проповедуй... Благовестие... Нет... Именно здесь он должен быть... Хоть маленький там кем-то... Никуда не оторваться... Система... Страшная вещь система... Хоть государственная... Никуда... Сказали? Иди... Что-то... Письмо пришло, говорят... Мне? Вам, да... Ну так давай... Просчитаем... Где оно? Куда искать? Внизу нажать? Да может и тут в последних? Вот это вот? Да... Ну давай я нажму... Контакт последний... Нету, нету... Ну еще нету... Как же его? Ах... Ну где? Нажать этот... Тут еще не будет... Опа... А... Нужно в контактах... Наверное... В контакты сюда... Вот... От Сергея пришло... От Сергея... Еще тут... Еще нечто нету... Нас выкинули... Еще больше нет... Вот о чем надо скорбеть... Это... Наигранное... Это не сделаешь... Если ты этого не понимаешь... А он смотрел... Говорит... И плакал... Смотря на Иерусалим... Христос... Говорит... Прослезился... Если бы ты хотя бы в этот час знал... Что тебя ждет... А то сегодня люди не понимают... Кто плачет? Какие-то миссионеры фальшивые... Что они знают? Чтобы они... Глядя на Москву... Плакали... Как и в Иерусалиме Господь... Такой город предается огню... Он сожжен будет... Девять атомных бомб всего надо... А по сегодняшним-то двух хватит... А страна-то куда пойдет... Сейчас вот пишут... Что китайцы делают... Людей выбрасывают... На морозы... Они безжалостно... У них Бога-то никакого нету... Им на нравственность, на совесть... Завить не придется... Там все... Языческая жестокость... Ну а в цене... Настоящее время-то... И в Китае могли быть миссионеры... Свидетели были... Нет... Только при посольствах... Где-то сидели... Даже сейчас там... А в посольстве-то... Сколько там человек... Для своих-то... Им это не надо... Но дать вид... Что работает... Сейчас такое обращение... Говорит в Китае... Православных... Почти нет... Служба-служба... Вот служба надо... А Слово Божие не знают... Учат там как... Кадилам ходит... Разворачивается... Показывает... Их отца этого нету... Система... Вот это страшное дело... Система... Она стоит поперек... Слово Божие... Не то, что тебя Бог вдохновил... Духом Святым... Ты пошел... Сказал... Что Бог повелел... Вообще это не знают... Никак... А что скажет Патриарх... Что Синод... Не Бог... Бога заменили... Его скрыли... Даже не знали... Не допустили до Бога... Положение ужаснейшее... И этого не видят... Не видят... И когда говоришь... Злобятся... Прямо из себя выходят... Вот вокруг меня... Они сейчас... Такие баллы... Набирают... Которые... Поносят меня... Ой... Он доказывает, что он патриот... Его где-то повысят там... Не знаю... Там священника... Может... Какой-то отдел... Особенно миссионерский... Что они туда липнут... Не знаю... Это все уйдет... Как Лютер говорил... Когда меня не будет... Папе... Тебе так будет не хватать меня... Я тоже им хочу сказать это... Что угодно говорят... Сама система искорежила души... Они... Они этого не видят... Грамота... Это... Грамота ваша... Вопреки Слову Божию... Вопреки истины... Откровение-то нет... Даже уже сказанное... И то понять не могут... А как поправить... Да никак... Кому... Подмещь... Иди подмещь Слово Божие... Кому в плен... В плен... Пределил... Ничего уже не сделать... Ничего... Он будет говорить... Вот у нас приезжали батюшки... Там я говорю... Он противоречит... Ну тебе ли противоречит... Когда... 0,5% может быть... Только... Которые в храм ходят... Раз... А во-вторых-то... Ничего не знают люди... Исследования прошли... И только 0,03%... Вот и все... 0,3%... На 300 человек... Мощенных крещеных... Только один что-то знает... Это исследование... В университете тут проводила... Цепенникова... Евгения Павловна... Технический университет... В Барнауле... 5 лет... 100 групп... Опросы шли... Студентов... Какой возраст... 18-25 лет... И она вывела все... Верят там... В волшебство... Ну... 99%... Там... Она указывает... Процент какой... Из мрака язычества... Я могу открыть... Точные проценты дать... Ну и... Чего еще спрашивать-то? Люди не знают ничего... Такого небрежения... Душами нет нигде... И все это... Благочестием... Лицемерно прикрываются слова... И вот... Накручивают где-то... Бог-то придет... Ничего этого не будет... Все сгорит... И тогда Бог обнаружит... Все ваше лицемерие... А сегодня много... Я и ты... Мы уже трое вокруг него... Мы его там... Сделаем... Сломим там... Убьем или еще... Ну сорок с лишним киллеров... Где они? А Бог закрыл и... И сорок ни при чем... И никто не поможет... А что делать? Хотя бы понять для себя... Понять, скорбеть и плакать... Игнатия Богоносца вот показывает... Сейчас вон львы его грызут икона... Пока везли его... И то шесть посланий... Говорит... Оставил... Некоторые послания раньше там написал... А другие ничего не могли сказать... Ну надо же искать... Какая причина-то? Почему? Территория все пустые... Так вы же день и ночь об этом говорили... А теперь Китай... Это опасность... И он вдруг поднялся... Самое современное оружие... Работа... Трудолюбивые... Встречаются с Путиным... И говорит ему китайский... У вас, говорит... Много земли... И никого нет... А у нас много людей... Трудолюбивых... И улыбаются там... Маленькие такие... Стопочки... Они выпивают... Путина там... Костерят он... Продал... А он что должен делать? А вы как считаете? Да мне что считать-то? Когда людей нету... Кто-то должен жить... Земля... Она не может принадлежать... Никого на ней нету... Бог отнимет это... Богу принадлежит земля... А они язычники... Ну как... Дмитрий Смирнов говорит... Мусульмане ближе к охрестующим христиане... Почему ты дальше-то не говоришь... Что ты такими их сделал... Бесчувственными... Жестокими... Они будут преследовать любого... Смотри уж... Насколько популярным был Андрей Кураев... И что только... Открыл истину... Как на него поднялись... Все... Молитвы особые составлялись... Чтобы проклинать... Проклинать... А нафиме предать... Сан снять... С работы выгнать... Но вы вчера только... Лапзали его... Вчера благословляли... И священники все поднялись... Как отец Дмитрий Дудко... Только... Отрекся-то не от чего-то... Не от книг... А говорит... Что в них если не так... Жечь надо... Похваляясь друг перед другом... Дмитрий Дудко... Я... По его делу был взят первый раз... Я знаю это... Я после... Я проехал по России... Как они похвалились... Как сжигали его книги... Раз он отрекся от них... Он говорит... Я и не отрекался... Я сказал... Что если в них не так... Даже переначали его... Передернули слова... Так и здесь... Ну больше ничего не будет... Уже все закончилось... Можно выключать... Отрубай... Уже 12 минут... Все... За стол...